Всем привет! Меня зовут Татьяна Смирнова, мне 26 лет и я мама маленькой Олеси, которой всего полгода. Но несмотря на это, я все равно хочу быть мамой в деле и заниматься своим делом, своим бизнесом. Мы открыли свой кузовной цех по ремонту машин. Я сама уже много лет автоледи, поэтому эта тема мне близка. Я мама двоих замечательных девчонок и я планирую открыть студию совместного развития. Всем привет! Меня зовут Света, это мой сын Глеб, я директор учебного центра для взрослых. Светлана Елистратова, мама-предприниматель. Ее центр профобучения получил президентский грант и был назван лучшим социальным проектом в регионе. Мы проведем с ней день и узнаем, каково это быть мамой в деле. Я два месяца вышла с декрета. Он у меня появился на свет, когда у меня как раз была середина, скажем так, моему центру. Так получилось, что мне не получилось посидеть в декрете. Ему было два месяца, и мне очень хорошо помогали бабушки. Баба бывшего супруга. И потом подсоединилась уже моя мама, когда вышла на пенсию. И мне очень сильно помогли они. Ну и до сих пор помогают. Я умудрялась успевать его приехать покормить, потом уехать опять на работу. До двух с половиной лет мы катались. Какую-то кашу. Слезы исчезнуты. Я думаю, здесь характер очень сильно влияет. Оценивать свои силы. Надо понимать, что сможешь ты не сможешь, потому что некоторые не смогут оставить ребенка, например, в такой маленькой возрасте. У меня в характере, если решила сама все сделать, мне очень сложно переубедить. Я очень уперная, упернутая, упорная. Да я бы не сказала, что она упрямая, она просто целеустремленная. Мужской характер с детства у нее. Просто перед фактом ставят и все. Мы очень не хотели, чтобы она из банка увольнялась. Я работала тогда в банке, работала с людьми, но поняла, что хотелось бы принимать само решение. Мне хотелось больше творчества. Создавать жизнь в свое предприятие – тоже же творчество, потому что ты сам решаешь, в каком направлении тебе двигаться. Мы там начали с папой ее отговаривать, а потом она на второй раз пришла и сказала, что я уволилась. Все. Папа в шоке был. Я вот сейчас тоже понимаю, что мы, наверное, не оказали той поддержки, на которую она рассчитывала. Мы боялись, что она не потянет, что и в финансовом плане тоже будет тяжеловато. Мы воспитаны теми людьми, которые приучены всего бояться. И, в общем-то, и у нас это тоже есть. Света у нас в этом плане переступила и пошла дальше, и не боится дальше развиваться. Любой бизнесмен должен понимать, каким образом он может к своей продукции привлечь еще больше внимания потребителя конечного. То есть он должен постоянно искать какие-то новые рынки сбыта. B2B переводится как «бизнес для бизнеса», а B2C переводится как «бизнес для потребителя консома». Значит, это «потребители» в переводе с английского языка. То есть разница заключается в том, кому вы предлагаете свой продукт. То есть если речь идет о B2C в бизнесе, как бы это бизнес для конечного потребителя, то, условно, например, вы продаете какую-то зубную пасту. Там нужно сделать акцент. Какие выгоды даст эта зубная паста конечному потребителю? Ну, то есть, условно, она отберет эти зубы потрясающим образом, заживет весь кариес. Те выгоды, которые получит конечный потребитель. Когда мы говорим о рынке B2B, «бизнес для бизнеса», там сидит человек, который называется закупщик, как правило, либо человек, принимающий решение о том, будет он с вами сотрудничать, либо не будет он с вами сотрудничать. Ему интересно, какую прибыль он с этого получит, как правило, какую выгоду. То есть там, поэтому, немножко другие маркетинговые инструменты. То есть когда вы заходите на рынок B2B, вы должны четко понимать, что необходимо тому человеку, который принимает решение. Изначально нужно изучить все-таки материальную часть. Ну, то есть я за то, что все-таки как бы не пальцем не ботыкать, а все-таки ознакомиться с этим вопросом. Есть литература. Я, например, поклонница Деревицкого. Это то, что касается переговоров. Филипп Котлер. Кстати, классика маркетинга, да, безусловно, там все это написано, как бы немного мудреным таким языком, но, тем не менее, при желании разобраться можно. Когда уже вот встал вопрос, ну да, хочешь, что будешь делать? Учебный центр. Вообще, это был сюрприз для нашей семьи. Она держала до последнего все это втайне. Были сомнения. Папа очень сильно переживал, потому что видел меня начальником сектора. Но я сказала, что не хочу, это не мое. Я тогда еще на тот момент не понимала, что такое социальное именно направление, но хотелось именно в образовании развиваться, потому что для меня это было близко. Небольшие накопления были, и потом это были кредитные средства, которые отрабатывались, потом опять брались, потом отрабатывались, естественно, без этого никак. Мне кажется, не надо этого бояться, потому что нужно понимать, что ты способен отдать то, что берешь. Я тогда ничего не умела. Правда, вот. Я, конечно, думала, что я там такая вот всякая крутая, и знаю, я там справлюсь, но когда начала сталкиваться напрямую, я поняла, что я ничего не знаю. Это была идея работать в определенном направлении, в образовании. Делать, наверное, то, что нужно сейчас рынку. Тогда мы выяснили, что это женские профессии, направление бьюти-индустрии. И потом начали работать, начали работать активно, и потихонечку появились технические направления, офисные, торговые направления. Во лбу такая идея, ты прям вот побежала, и начал делать. Потом уже началось, надо писать это, это, это. Надо разрабатывать методические материалы. Вот это уже пришло потом со временем. Это было очень тяжело, муторно. Было исследование, сами его проводили. И потом расширяли профессии по запросу. Она начала выпускать уже своих этих студентов, учеников, что получается неплохо, и все официально, сертификат у них там есть, все что. Но тогда мы маленько успокоились, что вроде получается. Это бизнес, который решает какие-то социальные проблемы определенной категории граждан. Мы делаем что-то хорошее для людей, которые к нам обращаются, которые сами не понимают, чего хотят, а мы им помогаем определиться, как правильно дать все-таки качественное обучение для них. Вот это было страшнее. А вопрос, будут ли люди, нет. Реклама в печатных изданиях сейчас тоже не работает. Сейчас у нас уже это отзывные мероприятия. Ну и работа все-таки с центрами занятости. Иногда, что я и к 10 приезжаю, есть иногда, что к обеду приезжаю в офис, но обычное утро я кто-то в разъездах. Я в основном отвожу документацию. В центре занятости очень часто катаемся. Очень часто посещаем, например, Гауф. Это раз в неделю точно нужно сюда. Сейчас в области не так много учебных заведений, которые бы могли позволить себе обучать по определенным направлениям профессии, а мы можем. Мы узнали про это здание, что оно стоит в пустую. Сейчас пытаемся это здание, как говорится, реанимировать и сделать из него именно центр дополнительного профессионального образования именно в области. У нас управляющий, в лице моего партнера Александра Валерьевна, она взяла на себе некоторый функционал и его выполняет очень хорошо. Сначала было предложение, поступила поработать в качестве управляющего учебным центром. Появились новые идеи, новые проекты. Идеи мои ей понравились, и она предложила посотрудничать. Когда у тебя много работы такой, текущей, и ты не можешь поднять, скажем так, голову и посмотреть, оценить свое состояние вот в данный момент. Партнерские отношения, они позволяют распределить силы и понимать у кого какие сильные стороны. Александра Валерьевна, она в продажах очень сильна. Мы такими двумя ногами сейчас пошли. Мы по темпераменту абсолютно разные, то у нас очень хороший тандем сложился. Идеи генерить у меня получается, но, как сказать, осмыслить их вдвоем получается легче. Невозможно все на себе закрыть, потому что это будет, сами понимаете, и тяжело, и, может быть, малоэффективно. КИНО. Ежедневно, круглосуточно, на продвижении. И один из самых успешных комиков в мире. Ищите продвижение в своем пакете каналов крупнейших операторов спутникового телевидения. И больше не переключайтесь. Каждый раз, когда я сужусь на диету, я хотела бы дойти до конца. Хотите избавиться от лишних килограммов без вреда для здоровья? Нужно похудеть не быстро, нужно похудеть качественно и надолго. Мы расскажем вам о главных ошибках на этом пути. Да похудеть проще пареной репы. Исследуем реальность и разоблачаем мифы в программе «Человек худеющий». Как отыскать нужный аксессуар? Сара Джессика Паркер имеет в своем гардеробе Павлова посадские платки. Эволюция любимых вещей сквозь призму времени. Первый стандарт платка появился еще в 18 веке. Телепроект для модниц «Вещь в себе». Новые выпуски каждый понедельник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Оливье – наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Израильный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работы. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». После того, как я отучилась в школе социального предпринимательства, тогда вот начинала понимать, что, оказывается, мы можем работать с властью с определенным моментом. Это было, наверное, удивлением, потому что это был новый мир. Сильно в определенный момент скаррелировала работу нашего центра. Мы перестроились под это направление. Это сложно, но возможно. Если ты хочешь работать с властью, нужно соответствовать. Это к тебе новые стандарты, требования. Ты не можешь вот так вот просто с улицы прийти, сказать, я такой крутой, замечательный. Обычно это еще влечет за собой различные лицензионные, например, вопросы. Есть сейчас категории граждан, например, которые требуются нашей помощи. И не только в плане обучения, может быть, и в постобучении. Есть население на селе, которое не может выехать к нам в город. И тогда мы начали искать место, где бы мы могли базироваться, организовать курсы по нашим направлениям. Выбор упал на Азовский район, потому что он очень близко находится от города. Девушки нам предложили вот такой вот вариант. Нас заинтересовали направления. Они сегодня будут готовить специалистов, очень нужных на селе, которые будут способны ремонтировать сельхозтехнику. Мы готовы сейчас работать с предприятиями. Это в основном сельхоз направление. Также направление, которое мы тоже развиваем, потому что красоту хотят наводить все везде. Мы сейчас рассчитываем на инвесторов или на фонды. Подаем заявки и рассматриваем, на каких условиях сейчас эти средства можно привлечь. Квадратура позволяет до этого здания. Мы выделили там место, где мы будем делать хостел, чтобы люди могли проживать и сразу получать образование, не выходя из дома. Сейчас мы планируем запустить техническое направление, первый этаж, то есть мы даже под него уже набираем группы. Автоэлектрики, автослесари и автомаляры. Это можно будет масштабировать не только по нашей области, можно будет и в регионы, потом в остальные заходить. И даже может быть и франшиза, это может быть и наше отделение в других регионах. За сердце не хватаемся, но сомнения немножко гложет. Получится, не получится. Социальное предпринимательство, оно не такое маржинальное. То есть это тот бизнес, который не приносит больших прибыли. Это однозначно надо к этому быть готовым. Если ты идешь в этом направлении, ты должен понимать, что ты будешь зарабатывать, ты будешь обеспечивать ее, потому что заработную плату ты будешь обеспечивать. Но это не тот бизнес, который принесет много и сразу денег. И сначально, когда я шла в это направление, я понимала, что это не тот случай, когда ты хочешь вот так вот все быстро и сразу. Такого не бывает. Средства, которые мы зарабатываем, мы стараемся их пустить на развитие нашего же дела. Мы должны быть самоокупаемыми, самоокупаемая организация, мы должны приходить к прибыли, и мы должны платить зарплату нашим сотрудникам, и мы должны все-таки давать красивую, качественную услугу, а для этого нужны деньги. Если мы хотим сейчас больше зарабатывать денег, мы должны новые проекты придумывать. Мы завели поддержку технологическим сервисам, мы нашли поставщиков. У нас за счет этого появилось новое направление, это продажи. У нас очень много выпускников наших, которые занимаются самозанятостью. А самозанятость за собой влечет самообеспечение. То есть мы обучили людей, и для того, чтобы им было дальше возможность работать, мы даем им возможность приобретать сразу продукцию и становиться уже активными сотрудниками, мастерами. Опыт, это всегда интереснее, чем розница. Дает возможность реализовать свои продукции через новый канал. Оптовая продажа, это могут быть розничные какие-то, чужая розница, куда мы реализовываем. Это могут быть корпоративные какие-то заказы. Ну, условно, например, у корпорации какая-то заказа для себя копировальную технику. То есть она не будет реализовывать, но она, соответственно, будет ею пользоваться. Там сидит закупщик, который может ни разу ничего не скопировать. Можно привлекать себе к конечному потребителю еще и при помощи посредника. Условно, у нас есть, например, услуга вокала мы оказываем, и логопед, который советует детям с проблемой с речью петь. Вот почему бы не посотрудничать данной ситуации с логопедом, который бы рекомендовал не просто петь, а петь у нас. Ну, то есть это тоже можно рассматривать как рынок B2B, потому что вы работаете на конечного потребителя через посредника. Когда вы заходите на рынок B2B, вы должны четко понимать, что необходимо тому человеку, который принимает решение. Условно, вы должны сравнить свою продукцию с конкурирующей продукцией, которая стоит уже на полке, например, у этого закупщика. Примерно прикинуть, сколько он будет зарабатывать с нас. Играть вот с этими инструментами, предлагать какие-то акции, которые помогут продвигать данную продукцию. Ну, условно, какое-то там оборудование дополнительно установить, мерчендайзера в команду пригласить. Какие-то акции, условно, две зубные пасты, какой-то подарок, промоутеров, которые будут рассказывать о пользе. Есть специальные тренинги для этого. Просто заинтересоваться этим вопросом, сначала изучить хотя бы теорию. Смотреть, безусловно, смежные сферы. Дубльгиз, интернет, наблюдательность, логика. Читать форумы, погружаться в эту область, смотреть, каким образом действуют конкуренты, что происходит в других регионах, что происходит за границей. Ну, то есть как-то накапливать в себя эту информацию. И нет, нет, она да выстрелит. Всегда оценивала себя очень критично, всегда сомневаюсь в себе, вот так, можно так сказать. Но это при этом и дает мне больше развиваться, не сидеть на месте. Глаза боятся, руки делают. Отличный просто преподавательский состав, отличный административный состав, который каждый на своем месте, каждый понимает, что он делает. Я начинала с администратора сейчас, я вот начиная с конца прошлого года, уже старший преподаватель, соответственно, и функционал больше, и обязанности больше, ответственности выше. Отлаживание механизмов, оно у нас сейчас идет общим собранием, общим решением. Наша компания двигается в нескольких направлениях. У нее больше идет бизнес направление, у нее больше идет все-таки работа с властью и планирование. На мне сейчас не очень много административной работы осталось. В основном это, наверное, работа по развитию нашей организации. Ну и вопрос с тендерными закупками, они все еще на мне. То есть это то, что я на контроле всегда держу. Если когда-то было востребовано им обучение для молодых мам, то есть у нас был пик рождаемости, молодые мамы сидели дома, и им требовалось переобучение. С нового года у нас в учебном центре пошел акцент на людей пожилого и предпенсионного возраста. Люди пожилого возраста, для них мы делаем процедуру. То есть это мастер-классы, на которых их обучают основам какой-то процедуры. На несколько направлений у нас есть самомассаж, у нас есть процедура по визажу, по уходу за листом, по уходу за руками и парикмахерское искусство. Есть у нас еще другая категория. Это категория предпенсионеров. Это люди, которые через службу занятости у нас обучаются по рабочим профессиям. И вот у нас есть сейчас федеральная программа, которая позволяет этим людям бесплатно обучиться. Служба занятости для нас комментирует это обучение. Под любые проекты мы пишем бизнес-план. Даже если это субсидия, то там не бизнес-план, но что-то похожее. Бизнес-план я научилась писать уже в школе социального предпринимательства. Сейчас очень много, например, фондов, которые софинансируют. То есть ты должен понимать, сколько ты можешь средств в какой-то проект направить. Ты должен понимать, сколько ты можешь запросить средств и потом их вернуть. То есть ситуации разные. Писать надо всегда. И работа по грантовым направлениям, по работам с субсидиями. Это тоже, опять же, нужно было этому учиться. Писать это все, отчитываться. Это поддержка президентского гранта, фонды наше в будущее, на развитие наше. Это субсидии, на которые мы выходили, наши областные и Минтруда, и Минэкономики. Везде понемножку, по чуть-чуть, но они уже у нас в копилочке, скажем так. Во-первых, это опыт большой. Удалось оснастить компьютерный класс, обновить классы нашей бьюти-индустрии, закупиться новыми материалами для наших преподавателей, для наших студентов. И в какой-то мере обучения наших преподавателей можем себе позволить для них повышение квалификации. У нее все-таки бойцовский такой характер. У меня получилось. Делюсь, но не всем делюсь, чтобы лишний раз не волновать. Видят мои успехи, радуются за меня. Финансовые тоже иногда бывают. Скачки доллара тоже на нас оказались. Получили средства, их нужно было закупиться материалами, а ценник, на который мы рассчитывали, они в полтора раза оказались больше, чем мы получили средства. Тоже у нас было как-то выкручиваться. Мы завели новые курсы. Вначале было только женщина, парикмахерская, потом мизажная, потом маникюрное искусство. Сейчас и мужчины очень активно обучаются по техническим направлениям. И детские направления мы тоже сейчас затрагиваем. Это работа с детьми с ДЦП. Мы тоже готовы для них давать курсы по обучению, компьютерной грамотности. Очень модное сейчас направление, и оно будет развиваться однозначно. Это компьютерная графика. У нас будет большой центр по подготовке различных категорий, различных направлений, который будет не только на нашу область работать, но и работать на другие регионы России. Мы будем расширять наши профессии. Есть такие, что устал, устал, устал. Потом посидишь, так чай попьешь. Нет, нормально. Сейчас сидишь и все. Надо верить всегда в свое дело. Без этого никак. Телеканал «Продвижение» в крупнейших сервисах онлайн-ТВ. Любимые программы можно смотреть на компьютере, планшете или в телефоне. В смарт-телевизоре или ТВ-приставке. Телеканал «Продвижение». Позитивно настроен. Оливье. Наша классика, наша легенда. Раньше было вкуснее. Чем выше горочка, тем правильнее подача. Как приготовить блюдо из нашего советского прошлого? В чем секрет кулинарных достижений СССР? Кофе подавали в бонус стакана. Телепроект для гурманов «Вкусно по ГОСТу». Незренный помощник позволяет четко видеть миллионам человек. Почему в кофейне пахнет карамелью? Это плавится сахар в бобах. Кто-то почувствует горький шоколад или грейпфрут. Чем закаленное стекло отличается от обычного? Такое стекло прочнее обычного в пять раз. Сломать его, как шоколад в руке, уж точно не получится. Свойства привычных вещей и явлений в телепроекте – это работает. Новые выпуски каждый вторник в Омском эфире телеканала «Продвижение». Учу тому, чтобы он не чувствовал свое личное пространство и разделял со всеми все. Это же хорошо, уже делится. Кому хорошо? Как ответить агрессору? Переломить спор в свою пользу? Можно начать плакать, можно начать смеяться, можно начать вспомнить, что, блин, а что же на этого вот заразу злюсь? Психологические эксперименты. Беседы с экспертами в студии. Есть какие-то специальные позы, стоп-слова? В программе «Нестандартно и легко, а психология». Новые выпуски каждую среду в Омском эфире телеканала «Продвижение». Раньше я и до 8, и до 9 на работе задерживалась. Сейчас я этого делать не буду. И нет необходимости в этом, потому что сейчас я могу спокойно выехать вовремя. Сейчас, конечно, попроще. Мы уже в детском саду, так что справляемся. Чаще я забираю с садика. Она потом заезжает ко мне и забирает его домой. Может быть, как раз именно сейчас партнерские мои новые отношения с Александрой, они позволили мне и разгрузиться, и немножко по-другому взглянуть на свой функционал. Появилось ощущение того, что вот все-таки правильно делаю, правильно двигаюсь, но надо еще учиться. Понимая, что мы должны давать образование, которое у нас лучше должно быть, и соответствовать стандарту. Сейчас, наверное, такой период, когда мы набираемся сейчас сил перед новым рывком. Это передышка, я понимаю. Есть сейчас возможность чуть-чуть, немножко побольше провести время со своей семьей. Я понимаю, что это не всегда будет, но я стараюсь сейчас, в данное время, наслаждаться этим. Я понимаю, что если и дальше продолжение пополнения семейства, то я навряд ли уйду куда-то далеко отдыхать. Буду стараться максимально до последнего и потом максимально быстро возвращаться в строй. Ну, не смогу я по-другому, у меня не получится. Ну да, она подумает о втором революке. Знаем, что справиться, поможем. B2G — это работа с государственными структурами. То есть там нужно понимать, там сидит человек, чиновник, который принимает решение о том, сотрудничать с вами, либо нет. То есть получите вы какую-то помощь от государства, либо не получите. Будет заключен с вами контракт, либо не будет заключен. Четко понимать, что нужно государству в данной ситуации, которую представляет этот чиновник. На самом деле государство — совсем не закрытая структура. Там, на самом деле, оно сейчас идет очень сильно навстречу, в том числе и бизнесу. Государство сейчас очень многие функции, которые раньше выполняло оно, передает бизнесу. И на сегодняшний момент это достаточно интересная история для бизнеса, потому что денег у государства много. И государство готово за это дело платить. Нужно просто понимать, что конкретно требуется государству от бизнесмена, который будет выполнять функции. В данной ситуации вы можете выполнять социальный заказ какой-то. То есть, условно, даже какие-то услуги оказывать бесплатно, это будет компенсировать государство. Это конкретно социальное предпринимательство. Нужно изучать сайты, информацию, которая выложена в свободном доступе от каждого министерства. Нужно знакомиться с теми людьми, которые принимают решения. То есть идти с ними на переговоры. Они, в принципе, кстати, более открыты даже, чем, наверное, бизнесмены. Потому что у тех огромное количество предложений. Там менеджеры просто иногда говорят, сбросьте все на электронку, и мы как бы разберемся. В государстве нет, идут на контакт. Есть люди, которые консультируют по этому поводу, что необходимо. И дальше вы, собственно говоря, исходя из той информации, которую вы получили, действуете. Там все достаточно обезличено. Там ты подаешь заявку, ее просто смотрят, например, по тем параметрам, которые государству интересны. Ну, условно, например, либо они цену сравнивают, либо цена-качество. Какое-то пояснение там будет к этой записке. То есть это просто нужно для начала начинать общаться, понимать, что вообще хотят. Это расширение возможностей для бизнеса. Но может быть меньше даже каких-то трудозатрат. Если ты хочешь развиваться, двигаться, то надо, чтобы ты всегда был мобильный. Повезло, наверное, да, повезло, потому что я понимаю, что у них у всех такая ситуация. Обе бабушки мне помогали. Одна в один период, когда только родился, а вторая бабушка подключилась, когда уже сама вышла на пенсию. То папа тоже график свободный, и он может себе позволить некоторые дни посидеть с внуком. Очень любит его. Папа смирился. Папа может даже и гордиться. Были страхи, что как вот с ребенком, либо придется я свое это закрывать дело. Когда нет контроля, обычно рассыпается все. Сумели, выкрутили, смогли. Я успевала приехать и накормить ребенка. На два, на три часа уезжала. Сначала потом, может быть, возвращалась, но не хватало этого времени провести. Потом со временем все больше и больше времени. И потом уже начала вместе с ним приезжать. Сейчас вот смотрю. Может быть, надо было побольше времени проводить, а может быть и нет. Пока не могу сказать. Пока он не вырастет, не скажет мне, мама, мне не хватало тебя в детстве, например. Может быть, и скажет. Всегда хочется расширяться, расширяться, расширяться. И если ты встанешь в какой-то определенной точке, то ты потом погибнешь. Надо всегда двигаться вперед. Нельзя ни в коем случае задерживаться на каком-то определенном пути. Если ты задерживаешься, ты должен понимать, что потом будешь расхлебывать. Нужно будет развиваться дальше. Пока есть возможность, я побуду и там, и там. Это дело, которое не только тебе приносит удовольствие от того, что ты делаешь. Это дело, которое приносит пользу для людей, которые у нас обучаются. Они выходят от нас счастливыми лицами, с новыми знаниями. И вот это вот осознание того, что ты делаешь все правильно, вот оно, наверное, дает силы. Дает силы двигаться дальше, развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова